Открытым оком. Автор Игнатий Тихонович Лапкин. Воспитание воспитателей. Часть 2. Характеристика детей от 3 до 6 лет. Ребенок в этом возрасте знаком только с предметами и людьми, с которыми он общается. Весь мир ограничивается доступным для пяти органов чувств. Здесь идет познавание мира. Словарный запас очень ограничен. Вот здесь как раз и находится ключ того, быть может, кем в будущем станет ребенок. Ему знакомы только те слова, которые он постоянно слышит. Когда описывают биографии писателей, художников, ученых, то всегда подчеркивают, кем были его родители. Родня, знакомые. В каком кругу он воспитывался. Исследователи прикрепили микрофончики к платью матери и вели запись несколько дней. И оказалось, что ребенок задает в день около 400 вопросов. У взрослых, как правило, их не больше 10. Где положил, кто приезжал, что нового. Ребенок все время изучает новые слова. Иногда он произносит слова с абстрактным значением и вставляет их не в попад. Чем немало смешит старших. Слово «любовь» для него ограничивается только им самим и самыми близкими людьми. Ребенок не может отличить действительность от воображения. Поэтому его всегда нужно вводить в мир конкретных понятий и рисунков. Для него все слышанные сказки представляются как реально существующие. Поэтому не давайте детям сказок никаких. Учите их только на евангельских примерах и из природы. Что более всего трогает верующих воспитателей и родителей, так это то, что ребенок воспринимает библейские чудеса, как самое естественное, нормальное, что так оно и должно быть. Здесь действительно дети для нас же учителя. Ребенок не может сразу одновременно сосредотачиваться на нескольких вещах и на долгое время. Устройство его мозга такое, что для восприятия ему нужно разнообразие. Нормально развитый ребенок, не больной физически, очень активен. Просто идти нормально для него невозможно. Здесь тратится слишком мало энергии, которая буквально перехлёстывает через край. Он прыгает то на одной, то на другой ноге, как маленький котенок играет со своим хвостом. Где нет движения, он начинает быстро утомляться и засыпает. Начинает хныкать, дергает за руку, пойдем. Если его заставляют долго сидеть рядом, когда бабушки ведут между собой какой-то непонятный разговор, то он становится беспокойным и капризным. Хотя бы немножко возьмите для себя из того, что сейчас слышите и читаете, и представьте, что ребенок вот так и устроен. И это зависит не от него. И далее посмотрите на детей, которых мы приводим на длинную, для ребенка бесконечную службу. Если мы, взрослые, почти ничего не понимаем из того, что читается на церковно-славянском языке, то что же делается в душе ребенка, когда мы заставляем их стоять всю службу? Смотри, стой хорошо, а то Боженька накажет. Стой, не крутись, не садись. Прикиньте к себе, если у вас небольшое образование, допустим, всего лишь 10 классов, а вас каждую субботу будут водить на ученый совет ректоров, и каждый раз вы должны будете стоять по 3 часа и выслушивать непонятные для вас слова, от которых эти седовласые мужи почему-то приходят в восторг. Страшная картина. Ничего не посеяв, мы буквально асфальтируем почву нежных детских сердец. Вспомните Давида, как пытались его обредить для войны с Голиафом, а ему по силам была лишь его пастушеская сумка, до 5 камешков. 1 царств 1738. И одел Саул Давида в свои одежды и возложил на голову его медный шлеп, и надел на него броню, и опоясался Давид мечом его сверх одежды, и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давиду, я не могу ходить в этом, я не привык, и снял Давид все это с себя, и взял посох свой в руку свою, и выбрал себе пять гладких камней из ручья, и положил их в пастушечью сумку, которая была с ним. И с сумкою, и с прощой в руке своей, выступил против филистимлянина. В житиях святых описываются случаи, когда малые дети, как Феодор Сикиот, невзирая на запрет матери, стремились в храм. На столетия один случай, это предмет удивления. Но что же остальным-то делать? Считаю, что если мы не можем, как католики, написать отдельную детскую литургию, и всегда служить при открытых царских дверях, не можем, как сектанты, учить детей интересно, захватывающе, то можно же хотя бы несколько раз выводить детей на отдых, быть может даже разрешить им поиграть во дворе и в один из перерывов позаниматься с ними, просто побеседовать. Русское православие практически потеряло, или вернее сказать, не имело детей, воспитанных прямо по Евангелию. Если у ребенка нет живой связи с Богом и желания идти в храм, то он практически уже потерян. Не объявит ли Бог нас убийцами? Ребенок много боится, потому что он понимает, насколько он беспомощен. Ребенок боится темноты, того, что его оставят одного, боится чужих людей. Не угнетайте ребенка чрезмерной строгостью, научите его ограды. Расширяйте словарный запас ребенка, чтобы речь его была интересной. Воспользуйте и устаревшие слова. С ребенком не следует говорить слишком длинно. Ребенок до школьного возраста может сосредоточиться только на несколько минут. Не надевайте на ребенка ваши вериги. Как правило, за один прием обучайте одному предмету. Пример. Вот мы и сделали скворечник. Объясните, почему именно так он устроен? Покажите, что с внутренней стороны. Где литок, доску строгать нельзя, потому что она будет ровная, скользкая. Скворцу будет очень трудно выбраться из своего домика. Всякие шероховатости, это как ступеньки в нашем доме. А иначе получится скользкая ледяная горка, по которой никто не поднимается. Ваш скворечник занял тот же воробей. Вместе с ребенком понаблюдайте за ним, приучая его к образным выражениям. Воробей несет травинку. Скажите, это для него матрас. Пушинку назовите подушкой, и ребенок засмеется. Как правило, дети сразу же принимают участие в этой игре наблюдений. Напомню ему, что скворечник мы делали не для воробья. Воробей птица нахальная, даже не стал ждать хозяина скворца, а скорее захватил эту квартиру. Поясните, что скоро прилетят скворцы, и как законные хозяева займут скворечник. А воробья попросят вон, и все его подушки и матрасы выбросят в окошко. Жалостливое детское сердечко склоняется на сторону воробья. Все, урок закончен, вы скажите. Ну, это еще посмотрим. Воробьев много, а скворец один. Быть может, его и не выгонят. Не пропустите момент прилета скворцов. Как правило, законный хозяин сходу врывается в свое жилище. Перепуганные воробьи никогда не помогают товарищу. Они выражают ему только сочувствие громко-чилимко на соседних ветках. Теперь продолжите этот урок. Вы сами должны хорошо знать об этих птицах все. Скажите, какие опасности претерпел скворец, чтобы добраться до своего законного дома. Тысячи километров и море, и ждать оформления документов, ходить по нашим БТИ, у него нет времени. За короткое лето скворец должен вывести, обучить скворчат и снова улететь на юг. Воробей остается с нами, это очень верная птица. Он найдет место под любой шифериной. Подобный рассказ на практике лучше всякой сказки. И когда вы к месту назовете мальчишку ершистым воробушком, то он сразу же возрится на вас. Это как? Воспитатели, хорошо изучайте про птиц и зверей. Господь говорит, Матфея 6, 26. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житнице, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Если ребенок боится темноты посторонних людей, то попытайтесь уменьшить страх его, стараясь быть спокойным и любящим. Расскажите ему что-нибудь из своего детства и как вы избавились от страха с помощью Божией. Учите их доверяться Отцу Небесному. Расскажите о наиболее важных молитвах. Обратите особое внимание на те псалмы и молитвы, в которых подчеркивается живая помощь Божия. Псалом 90. Живущий под кровом Всевышнего, да воскреснет Бог кратко, изъясните смысл молитвы и приучите Его поступать по ним. Как можно чаще говорите о кончине мира, о смерти человека и о его смерти, о страшном суде, подчеркивая, что человек спасается верой в Иисуса Христа, а исполнение заповедей есть подтверждение нашей веры. Научитесь наглядно в картинках показывать неотвратимость Божьего наказания грешнику, если он не покается. Если человек умышленно грешит, то Бог может не дать времени для покаяния, и душа погибнет внезапно на нескольчаемые веки. Есть прекрасное выражение, подтверждаемое всей Библией, но не библейское. Терплю до конца, а буду мучить без конца. Покажите ребенку примеры кончины не только старых, но и молодых, катастрофы, войны. В чем застану, в том и сужу. Всегда говорите ребенку о справедливости Божьей, о любви его. Бог тебя любит, и ты не огорчай его своим непослушанием родителям и старшим. Бойся огорчить его, остаться одиноким. Приготовься к встрече Создателя своего. Все это ребенку нужно говорить его языком краткими предложениями, как бы материализуя перед его взором то, о чем вы говорите. Наивысшая цель спасения – жизнь с Богом. В вечности. А это возможно только тогда, когда Дух Святой будет Сам вести нас, и мы будем под Его водительством. Приучите ребенка быть участником тех событий, о которых вы рассказываете или читаете. А это мог быть Я. Берите с собой ребенка всегда, если этому ничто не препятствует. На работу, на рыбалку, в путешествия. Заметьте, чем он больше всего интересуется, и на основе этого подведите к тому, что бы вы хотели ему рассказать. Ребенок от 7 до 10 лет. Мир ребенка в этом возрасте очень быстро расширяется, когда он начинает ходить в школу. Но чему его там учат? Еще до школы ребенок совершенно четко должен иметь понятие о грехе, о недозволенном, о гибельности общения с миром. «Прелюбодей и прелюбодейцы! Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Послание Якова 4.4 Посодействуйте, потрудитесь над тем, чтобы понятие нельзя, потому что грех было вмонтировано в него. «Приучите ребенка в любом деле сразу же видеть грани, за которые нет возврата, чтобы у него было юридическое сознание, объяснение, подтверждающее смысл наказания». Почему именно это ему разрешается? Все это подтверждение священным писанием и при многократном повторении заучите наизусть какие-либо стихи из Библии. Он учится читать, писать и считать. Теперь ваша задача – заложить в ребенка интерес к знанию, познанию мира. Приучайте ребенка смотреть вперед. Расскажите, что когда ему это знание, может быть, сгодится, и для него не ученый, как топор неточеный. И конкретно на тропе покажите это. У ребенка, как правило, очень высокая самооценка. Ему нужно показать хотя бы пунктиром вершину того, о чем он хоть что-то уже знает. Как далеко до полноты знаний. Теперь ему будут встречаться люди разного воспитания и разных мнений в школе и на улице. Задача родителей и воспитателей – дать очень крепкое и обоснованное противоядие против дурных слов, цинизма, бесстыдства. Заложите в него почтение к старшим, умение слушать, не перебивая. Научите его бояться худых сообществ, дискотек, особенно девочек. И для девочек еще более и сто крат более бояться мальчиков. Бояться дурной музыки. И чтобы он никогда никому из посторонних не садился в транспорт, не разговаривал с чужими, не ходил к товарищам, никому не заходил в дом. Дом, церковь, школа. Ребенок каждый день познает что-то новое и очень быстро. Он легко заучивает наизусть механические стихи из Библии и богослужебные тексты, иногда запоминая целые главы из Библии. Это ему запомнится до старости. Ребенку нравятся приключения. Читайте ему «Жития святых». Какие захватывающие рассказы, трогательные, трагические истории. Каждый раз, приполняя что-то новое, постепенно, постоянно возвращайтесь к пройденному. Это библейские стихи, имена личности, география Библии, «Жития святых». Все время продвигайтесь вперед, чаще спрашивайте его о пройденном. Это ему запомнится до старости. Ребенку нравятся приключения. Читайте ему «Жития святых». Такие захватывающие рассказы и трогательные, трагические истории. Каждый раз, преподавая что-то новое, постоянно возвращайтесь к пройденному. Это библейские стихи, имена личности, география Библии, «Жития святых». Все время продвигаясь вперед, чаще спрашивайте его о пройденном. Ребенок заинтересован в личном участии. Например, вы посмотрели фильм. Помогите ему правильно пересказать его и сделать духовный вывод. Если сразу же скажете, что фильм этот ненужный, пустой, вредный. Или сразу же скажите, что этот фильм ненужный, пустой, вредный. У меня были случаи, когда дети до 10-летнего возраста плакали в церкви. Им просто скучно и одиноко, и хочется домой. Возвращаемся из храма, я допытываюсь. Кто плакал? Дети замолкли и, как всегда, молчат. Тогда я говорю, это очень хорошо, что вы плакали во время молитвы. Молитва со слезами более приятна Богу, чем сухая. И сразу же объявляю им награду. Пирожки или еще что-то. Некоторые из более спокойных сразу же подают голос. Завтра я буду плакать. Хотя в церкви плакали только двое, но когда я объявил награду за слезы, то руку за вознаграждением протянули пятеро, говоря, что и они плакали, только тихо и никто не видел тайные наши молитвенники. На завтра во время литургии не плакал уже ни один. Мы приготовили шоколадки плакальщикам, а отдавать некому. А вчерашние наши ходатайи сознались, что как они не надувались, не пыхтели, ничего у них не получилось, слез не было. Воспитатели – это не родители. У них должен быть особый талант подхода к детям. Родителями делаются любые животные. Родить – дело не хитрое, а вот воспитать… С детьми не нужно ссюкаться, залезывать и заглаживать их. Это не котята. Не позволяйте детям фамильярничать с вами, хватать вас за ноги по делу и без дела. Сразу же введите в законное русло ваши взаимоотношения. И где бы вы ни были, с какими бы детьми ни занимались, добейтесь стопроцентной защищенности ребенка от посигновения на его личность, кого бы там, кого бы то ни было. Никто не имеет права оскорбить или причинить боль ребенку, кроме одного человека, если такой у вас найдется, исполняющий роль судьи. Это лучший возраст, когда можно приучить ребенка участвовать в работе церкви, помогать. Притчи 22.8 «Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет. Человека доброхотного, дающего, любит Бог, и недостаток дел его восполнит». Он уже может доступно рассказать своим товарищам о Боге, поощряйте его к этому, давайте ребенку возможность участвовать, когда вы читаете Библию дома, когда молитесь. Подростки от 11 до 14 лет. В этом возрасте ребенок бурно меняется, не только в разуме, но и физически. Меняется его способ мысли чувствовать и поступать согласно его возрасту мышления. Это переходный возраст, самый опасный. В этом возрасте с ребенком труднее всего разговаривать. Самые лучшие способы воспитания детей разламываются. Педагоги в бессилии разводят руками все человеческие методы воспитания превращаются в дым. Безмотивные побеги и самоубийство. Он уже отрывается от детского возраста, а взрослые не признают его самостоятельность, и это крайне раздражает ребенка. Снова повторяю, все, что здесь говорится, говорится о детях, которые не уверовали во Христа, не приняли его в свое сердце. Говорится о неверующих и методах работы с ними. Верующий ребенок, он как бы переходит из младенчества в старость, минуя все переходные возрасты. Поверив в вечную жизнь, он мгновенно переходит в то состояние духовной отрешенности этого мира, осознание всей зыбкости мирских обещаний, послов, до чего неверующие не доходят и в глубокой старости, продолжая цепляться за каждую жизнешку. Ребенок в этом возрасте сгорает от жажды независимости, эгоцентризма. Слаборазвитые дети в этом возрасте надевают на себя личину шутов, пытаясь рассмешить своих ровесников. Для них этот переход может затянуться и до 20 лет. Детям этого возраста кажется, что взгляды их учителей и родителей устарели, и они восстают против их авторитета и желают быть свободными и независимыми. Это возраст комсомола и Гитлея-Рюнгенда. Тысячи ловушек расставляет сатана им, не утвержденным в разуме, охваченным самостью. В этом возрасте и чуть позже у них случаются самые страшные катастрофы. Для тех, кто стоит в дверях при большой разнице температур во дворе и в доме, это самое опасное место. Узость, толкотня, так и в переходном возрасте. Только вера в Бога, великий страх Божий могут обуздать прихоти, походи, дурные наклонности. У ребенка появляется множество сомнений. Он мыслит себя бескомпромиссным и настаивает, чтобы так же поступали учителя и родители. Он всех начинает обличать. Вот тут-то и наступает водораздел наглядная разница в воспитании. Кто приучал свое дитя к мыслям о вечности и кто предавался сам необузданно страстям и вожделениям. И как это все захватило ребенка. Отпечаток семейных отношений в этом возрасте откладывается на всю жизнь. Может не случайно, что Иисус именно в 12-летнем возрасте внезапно появляется в описании евангелиста. И вновь мы ничего о нем не знаем до его 30-летия. Лука 2 44-47 Пройдя же дневной путь стали искать его, возвратившись в Иерусалим ища его. Через три дня нашли его в храме сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. Ребенок тонко чувствует фарисейство старших, стремится к фарисейству и этого же требует от других. Лицемер пред ребенком не устоит. Он спрашивает себя «Кто я? На кого я хочу быть похожим?» Он может быть жестоким в своих суждениях даже против своих родителей и в пылу спора может бросить гневный упрек родителям за их лицемерие и воровство, за их неискренность. Он может сделать это даже при свидетелях и на долгие годы стать врагом отцу и матери. Ему нужен живой пример для подражания и он его или находит или разочаровывается. Многие учителя боятся работать с этим возрастом. Он ищет себе идеал, которому могут подражать и сам желает выделиться и быть признанным в кругу друзей. Но так как этого достичь для него трудно в добре. Поэтому он охотно растворяется в массе, делаясь серой щепкой в мутном потоке. Все одинаково подлые, успевай, бери от жизни все, что можешь. Пример молодежные банды, настоящие звериные стаи, отморозки, исключительно безжалостные. У них строгие законы и правила. Руководителей безграничная власть над членами банды. Их действия бывают ужасающие. Комсомольские погромы церквей, еврейские погромы в Германии. Они выискивали верующих и грабили монастыри. В этом возрасте особенно интересуются противоположным полом. Венерические болезни затопляют этот возраст. Учите ребенка святости. Учите хранить непорочность, девство. 1 Крифином 6.9 Или не знаете, что неправедные царства Божие не наследуют. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники. Конечный результат вечная смерть. Обязательно расскажите о законах относительно девства у евреев и у мусульман. Потеря непорочности даже до замужества смерть. Ты можешь умереть прямо в грехе и будешь мучиться вечно сатаной в аду. В этом возрасте много думают о будущем. Обучение, выборе специальности, женитьбе, он очень заинтересован происходящими событиями, которым относятся очень чувствительно. Научите слышанное и виденное в книгах и фильмах переносить на себя с вопросом. Как бы ты вышел из этой ситуации, как бы поступил, в чем неправ героев? Этим возрастом легко манипулировать, если они не защищены страхом Божьим. Научите их не прикасаться ко греху, не смотреть, не слушать, не читать и даже участвовать в уничтожении духовной проказы, сжечь дурные книги, оккультные предметы и никогда не ходить на дискотеки, рок-концерты. Там бесовщина. Покажите ребенку на примерах житий святых достижимость цели, постарайтесь с ним подружиться, насколько это возможно. Можно участвовать с детьми в играх. Позвольте им высказать свое мнение об увиденном и задать вопрос, где нужно подправить и подкрепив примерами. Если ты сам будешь не на высоте, то ты будешь не учитель, а развратитель. На вопрос отвечайте серьезно, по слову Божию. Если в данный момент ответа не знаете, то как открыто и то так открыто и признайтесь в этом. Один-два раза вам это сойдет, но на большее не рассчитывайте. Ищите ответов Святой Библии и у более опытных верующих, у возрожденного священника. Этим вы не потеряете авторитет. Рассказывайте не только о своих победах, но и своих поражениях и ошибках. Будьте надежным. Если подросток доверяет вам, то оправдайте его доверие. Не раскрывайте его тайны даже родителям. Постоянно говорите, что нужно хранить непорочность, главное достояние юности. Псалом 118.9 Как юноши содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову твоему. 2 Тимофею 2.22 Юношеских похоти убегай, одержись правды, веры, любви, мира, со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Хорошо было бы, когда много детей, разделить их по возрастным группам для занятий Словом Божиим. Иногда приходится разделять не по возрастным группам, а по уровню знания Слово Божие. Молодежь, возраст от 15 до 18 лет. В этом возрасте ставится вопрос очень конкретно, какая цель моей жизни? Так было всегда, но в последние десятилетия мы можем уже констатировать как факт, что очень многие этот вопрос уже не ставят, для них цель одна, наслаждение. Интересно, как писали в газете отвечают молодые люди на вопрос, что самое главное в жизни, девочка ответила косметика и мужчины. Мальчик ответил деньги, деньги и еще раз за деньги. Если Бог даст вам мудрости и сил, то постарайтесь направить этот вопрос по нужному руслу. Помни, что все мы умрем, а далее вечность. Где ты будешь ее проводить? Подскажите, что для разрешения этого вопроса нужно ставить следующие вопросы. Как я могу служить Господу? В этом возрасте все еще происходит поиск идеала и война против авторитетов видимых и невидимых. Дети это самое злое и беспощадное, что есть на земле сегодня. Потому, что они остались без Бога, без цели, обольщенные дьяволом, развратом, воровством, наркотиками, цинизмом, ложью, предательством. Только искренняя, глубокая вера во Христа Иисуса может спасти их и сделать полезными для добра. Для этого возраста свойственно выбор специальности, веры, друга, жизни, отдаление от дома и родителей. Желание полной независимости кажущейся естественным, на деле оказывается смертоносным. Чаще говорите детям о краткости жизни, о зависимости всех от Бога, от природы, друг от друга и от многого другого. Полностью независимых людей не существует. Евангелие от Иоанна 8, 34-36. Иисус отвечал им «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Римлянам 6 глава 6 по 18 20 и 22 стихи. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности, ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности, но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная». В этом возрасте молодой человек становится личностью и, как ему кажется, самостоятельной, что он не копирует поведение других. Молодой верующий человек ищет свое место в церкви и в труде Божием. Это прекрасный возраст учиться и учиться брать на себя ответственность за то, что происходит в церкви. Им уже можно доверять поручение, как Павел своему ученику Тимофею. 1 Тимофею 4.12 «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Наблюдайте за духовным ростом молодежи». 1 Коринфянам 1.24 «Для самих же призванных иудеев и елленов Христа Божию силу и Божию премудрость». «Чаще спрашивайте себя, действительно ли я направляю их ко Христу по правильному пути». Деяние 16.1.3 «Дошел он до деревни Илистры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец еллен, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Икадии. Его пожелал Павел взять с собой и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был еллен». 17-14 «Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а силой Тимофей остались там». 18-5 «А когда пришли из Македонии силой Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос». 19-22 «И послав Македонию двоих и служивших Ему, Тимофея и Эраста, сам остался на время Васии». 2-ое Тимофею 1-2 «Тимофею возлюбленному сыну благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего». Уделяйте им свое время и самым близким откройте двери своего дома, чтобы они могли вместе с вами думать, обсуждать ответы на вопросы, учите их просматривать последствия от разных решений. Постоянно подчеркивайте, что грех обладает силой притяжения и нет людей свободных от греха. Римлянам 3-23 «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Все нуждаются во спасении во Христе Иисусе, а иначе Он погибнет во грехах. На небольших работах сумейте показать ребенку, что вы в нем нуждаетесь, чтобы в нем развелась правильная самооценка. Он нужен, без него трудно и его помощи ждут. Если ребенка не замечают, то он считает себя лишним. Его постоянно стараются выпроводить на улицу или посылают в другую комнату одного помолиться. Иногда ребенок делает что-либо плохое или запретное только для того, чтобы его заметили. Видя неумение ребенка, взрослые часто говорят, «Мне легче самому сделать, чем стоять над ним неумехой». Если бы где-то рядом кто-то другой занимался бы с таким ребенком, но поступал бы не так, научил бы его, доверяя ему, то уже через короткое время вы стали бы замечать разницу в этих детях. Грубые натуры обычно стараются свалить вину на другого. Это виноват он сам, ходя видя такие плоды и большую разницу в умении детей что-либо делать, родитель или воспитатель должен был бы сказать, «Вот до чего довело мое неродение». Иногда в печати появляются публикации о том, как приезжающие с запада богатые бездетные люди усыновляют взятых в России детей. И каких помещенные фотографии наводят на мысль, да не может быть, новые родители говорят, «Мы сами выбрали этого ребенка, самого больного, самого заброшенного». Нам предложили несколько таких, но все они были больные с врожденными пороками. Когда я взглянула на свою будущую дочь, то на меня напал страх. Лица как такового у нее не было, нос отсутствовал, казалось совсем заячья губа одна нога короче. В первые же годы они сделали около семи сложнейших и дорогостоящих операций. И рядом фотографии сегодняшней красавицы улыбающейся и счастливой. Примените это к себе, но только в духовном плане. Вы должны знать имя каждого ребенка в вашей группе. Обращайтесь к детям по имени и так их представляйте тем, кто посещает вас. Если у ребенка что-то не получается, то узнайте причину и пусть он начнет сначала. Заинтересованно слушайте, когда он рассказывает о своих делах. В свое время уделяйте ребенку не только во время воскресных занятий. Если в группе даже два человека, то обязательно назовите старшего из них, когда поручаете им какую-либо работу. Доверие растит самоценность. Если ребенок злостно мешает на уроке или во время труда, то его необходимо пересадить или наказать, но не дать ему возможности одержать над вами победу. Дети должны испытывать чувство надежности, защищенности, доверия и домашней атмосферы, чтобы у него развелась достаточная уверенность в себе. Если ребенок тоскует, плачет, просится домой, то его нужно попытаться успокоить, разъяснить, когда за ним приедут и что домой он попадет никак не ранее. Старайтесь загрузить его время буквально до минуты работой играми. Период акклиматизации около 14 дней. Новое незнакомое окружение домашних детей делает их боязливыми. Чтобы они легко вошли в круг кровесников, нужно их познакомить между собой и наблюдать, чтобы никто никого не обижал, а обидчика строго наказать. Дети из семей алкоголиков или безотцовщина пытаются домашнюю атмосферу перенести на других. Разъясните им и покажите выгоду того, что они находятся здесь. Будьте дружелюбны и спокойны. Создайте с первых же минут такое мнение о себе, что с вами надежно, у вас нет любимчиков и вы все знаете заранее. Не трогайтесь слезами ребенка, это у них быстро проходит, чаще подводите их к уставу, где сказано как вести себя. Объясните, что здесь правильные наказания и дисциплина, что создает неотразимую атмосферу надежности. Маленький ребенок особенно остро чувствует надежность, защищенность, когда у него есть перечень того, что можно делать и того, что нельзя. Помогите ребенку почувствовать, что он частица этого коллектива. Знакомство и общее приветствие рождает чувство принадлежности к этому обществу, точно так же, как совместные праздники, экскурсии и так далее. Точно так же и при прощании отъезде отъезжающие выходят напротив остальных. Им задается вопрос, если здесь те, кто обидел вас, с обидой ли на кого-нибудь уезжаешь, не должен ли кому что-нибудь, что не возвратил, был ли ты наказан за время пребывания здесь? Хорошо, если рядом с отъезжающим находятся бывшие здесь или отъезжающие родители. Его нужно поставить рядом с ними и сказать, вот теперь ты совсем никого не боишься и скажи прямо, наказывали ли тебя несправедливо, незаслуженно, не держишь ли обиды на кого-либо из насильников или воспитателей, на тех, кто остается здесь? Вот это и есть экзамен на ту атмосферу, в которой вы живете. Если у вас истинно христианский дух в вашем заведении, то вы услышите только один ответ, как в нашем детском лагере Стане. А 48 лет существования мы слышали только один ответ. Нас наказывали только справедливо за дело. После этого обратиться к остающимся. Если кто обиженный таким-то, с миром ли отпускаете его? Нужно всегда все разводить по нолям и призвать всех на краткую общую молитву за отъезжающих и помолиться своими словами. Обращайтесь с детьми ласково, берите на руки или за руку, гладьте его по щеке или голове, обнимите и так далее. Иисус дал нам в этом пример. Марка 10-16 И обняв их, возложил руки на них и благословил их. Потребность быть признанным и принятым. Помогите ребенку почувствовать удовлетворение от сделанного дела. Укажите на плоды в будущем от его трудолюбия. Давайте ему такое задание, с которым он может справиться. Разъясните ему поэтапно сделан. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок имел успех в этом деле, работе, занятиях. Слушайте ребенка, когда он говорит о своих делах. Уделяйте ему свое время. Помните, что он ребенок. И никогда не оставляйте его без присмотра, без старшего. Потребность любить и быть любимым две основные потребности человека. Любовь это ключ, которым можно открыть сердце ребенка. Подведите его к пониманию любви Божией. Постоянно пользуйтесь примерами из Святой Библии и из житей святых. Иногда приглашайте детей к себе домой. Матфея 18.5 И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Приходите к нему домой, особенно когда ребенок болеет. Будьте заинтересованы его делами и выслушивайте его. Цените маленькие проявления любви со стороны ребенка, письма, подарки. Рассказывайте ребенку об его Отце Небесном. Будьте всегда справедливым и точным в большом и малом. Никакого двоедушия, никакого расхождения с рассказанным тобою. Все на полном серьезе. Иногда случается, что кто-либо из младших воспитателей жалуется на детей, на их нарушения. Проверьте, действительно ли это нарушение будет нарушением по вашему уставу. Если прибудет воспитатель того, чего нет в уставе, то уж тут же перед всеми воспользуйтесь этим и покажите, что воспитатель требует этого, хотя и справедливо, но не по закону. Быть может, это вина составителей устава, что они что-то не предусмотрели, но именно в этот момент вы можете заложить крепкое основание законопослушанию и умению давать юридическое обоснование своих поступков. Должна быть полная согласованность между обоими родителями в своих действиях по отношению к ребенку. Страшная катастрофа ожидает семью, где мать не спровергает авторитет отца и говорит о нем неуважительно при детях, когда его нет дома. Постоянно приучайте ребенка чувствовать и мыслить нравственными и юридическими категориями, давать объяснения поступкам и что за этим последует, какой вред и наказание. Не захваливайте ребенка и зря не порицайте. Ободряя и поощряя и наказывая мы можем помочь ребенку развиваться и расти в правильном направлении. Благодарите ребенка за хорошие дела, за помощь, приучите его видеть тех, кому он может помочь, чтобы он бежал навстречу тем, кто идет с грузом. Напомните им рассказ о трех сыновьях у трех матерей, которые несли воду от колодца на коромыслах и каждая и каждая нахваливала своего сына. Трое их сыновей играли вдалеке, один кувыркался и ходил на руках, он занимался в секции борьбы, другой пел, мать на последние гроши тянула его из класса в класс в музыкальной школе и у всех были очевидные успехи. Но вот дети заметили своих матерей и только один из них, о котором мать ничего не могла сказать, подбежал к матери, снял с нее коромысла с ведрами и пошел рядом с ней о чем-то тихо разговаривая. позади позади их шел старик и матери талантливых вундеркиндов сказали ему «Видел отец, какие у нас замечательные дети, каких хороших сыновей мы вырастили?» Он же сказал в ответ «Сыновей? я вижу только одного сына». Благодарите за попытку, хотя бы она потерпела неудачу, помогите начать ее снова, будьте благодарны за предложенную ребенком помощь. Вознаграждать дайте ребенка по достоинству, за активное участие по оказанию помощи, за запоминание золотых стихов Библии. Ребенок, которому не поставлены явные границы поступков дома, в школе чувствует себя неуверенно и представляет себе, что он для всех безразличен, не нужен. Проведите четкую границу между хорошим и плохим и крайне опасным. Ложь считайте злейшим врагом вашим. Должны быть вывешены уставы с простыми и ясными правилами поведения и нужно следить за их исполнением строго. Если нет стопроцентной уверенности, что ребенок нарушил правила умышленно, зная их, то не наказывайте его, но предупредите, что в случае повторного нарушения ему припомнится и это. Нужно обличать и наедине, и перед всеми, в зависимости от проступка. групповое наказание малоэффективно. Не угрожайте, но заставьте вновь перечитать правила и если нужно, накажите или простите. Потребность в Боге У каждого ребенка, хотя он этого и не осознает, есть внутренняя жажда Бога. Экклесиас 3.11 Взрослые часто не понимают, какие у детей духовные потребности, не отвечают на вопросы детей и не берут их в церковь. А ответственность за духовное воспитание детей прежде всего лежит на родителях. Иоанн Златоуст говорит, что родители, которые не научают детей боговедению, хуже убийц. Убийцы убивают только тело, а такие родители убили бессмертную душу. Таразакония 6.6.9 И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем и в душе твоей. И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою и ложась и вставая, и навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязкую над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Пример учителя всегда должен быть на высоте. 1 Тимофеев 4.12 Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Детей надо учить Слову Божьему, чтобы Святая Библия была для них родной и близкой книгой, ибо через нее дети познают Бога. 2 Тимофею 3.15 «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Дети могут понять Божью Любовь, милость, прощение, одобрение и истину настолько, насколько они чувствуют себя любимыми, одобряемыми, прощаемыми учителем и людьми и окружающими. О душе ребенка вся забота. Устанавливайте непрерывно в ребенке авторитет Святой Библии, ибо возрождение происходит через Слово Божие. 1 Петра 1.23 «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Римлянам 10, 13, 14, 17. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали, как веровать в того, о ком не слыхали, как слышать без проповедующего». Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Детское решение признать свою веру часто искусственное, если у него нет надежной основы в Слове Божьем. Поэтому такое решение не устоит. Ребенок, мало знающий святую Библию, редко приходит с молитвенной просьбой, хотя может прийти с друзьями за компанию в церковь. Если вы желаете, чтобы ребенок уверовал, тогда наиважнейшим шагом является хорошее обучение его библейским основам. Спасение это результат работы Духа Святого. Евангелие Таана 16, 7, 11. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Настоящее и сохраняющееся уверование и возрождение может произойти только под влиянием Духа Святого. Все убеждения напрасны, если Дух Святой не повлиял на сердце ребенка. Даже самые добрые решения ребенка еще неустойчивы. Большинство детей легко сознают, что они грешники, когда им указываешь на практических примерах. К покаянию ребенок приходит позднее, постепенно, когда он сам начинает понимать свой личный грех и наказание за него. Когда ребенка спрашиваешь о вере, то он обычно не говорит прямо, но проявляет это молчанием или смущением. Увеличивайте объем знаний ребенка соответственно его пониманию. Проверьте это при помощи вопросов и не задавайте слишком сложных вопросов, чтобы не запутать его. Если ребенок не может ответить, то помогите ему найти ответ в Святой Библии с точным указанием главы стиха. Тот, кто заботится о душе ребенка, всего лишь одно звено среди того, что может привести его к истинной вере. 1 Коринфянам 3 6 Я насадил, аполос поливал, но возрастил Бог. Уверование это обычно результат работы многих людей. Сеятель, поливающий, женец. Бойтесь переборщить, давить на ребенка в вопросах веры. Сначала узнайте, есть ли у ребенка Бога искания. Исайя 53 6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Римлянам 4 3 И во что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Римлянам 6 23 И во возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Потребность быть защищенным, обрести в себе силу в борьбе с одиночеством, страхом смерти, потерей родных, злыми людьми, привидениями, вечными мучениями, войной. Христос может восполнить все наши нужды, но когда стоит вопрос о спасении, ребенку следует понимать потребность прощения грехов. Ребенок должен понимать, что он грешен, и что грех разделяет его с Богом. Ребенка также нужно направить к покаянию, как взрослого, рассказать ему о Христе, чтобы он мог поверить и последовать за Иисусом. Практически это означает первое чтение Библии и ежедневная молитва. Второе добровольная помощь родителям. Третье регулярное посещение воскресной школы. Четвертое решимость терпеть насмешки из-за веры. Оставить все, чего не должен делать верующий. Насмешки над другими, курение, ложь, списывание, воровство, ругань, никого никогда не обижать, тем более младших, ничего не брать без разрешения у других и так далее. Искреннее соблюдение этих правил покажет, что Дух Святой совершил в нем работу. Принятие решений Это окончательный шаг решения принять Иисуса, отдать ему свою жизнь и последовать за ним. Это может произойти только после первых трех шагов. Смотри выше. Спешка все портит, она пагубна. Заметить работу Духа Святого может только истинно возрожденный, сам переживший рождение свыше. После каждого шага необходимо лично беседовать с каждым ребенком, узнавая его состояние. Важно помнить, что ребенок думает конкретно, не абстрактно и не всегда понимает нашу образную речь. Уверовать, спастись, родиться свыше, стать детем Божьим, отдать жизнь Иисусу, принять Иисуса Христа в сердце, направляя ребенка к принятию Христа, используйте только одну фразу из этих, которую употребляете чаще всего. Например, Иоанна 3, 16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Или Иван Летана 1, 12. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Или Откровение 3, 20. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерять с Ним и Он со мною. Иногда дети задают вопрос, что делать, если я согрешу? Грех нужно сразу же признать, не скрывать. 1 Иоанна 1 глава 7 по 9 стихи. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Приучайте детей молиться не только по молитвослову, но и своими словами. Научите их правильно подходить под благословение к священнику, готовиться к исповеди, причастию, и чтобы ребенок имел правильное понятие о прощении грехов. Иоанна 20, 21, 23. Иисус сказал им вторично «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». «Без всех священных рук священника нет отпущения грехов смертным». Святой Иоанн Златоуст «Внимательно выслушивайте духовные переживания ребенка, его опыт. Хорошо заранее выбрать ответственного за духовное попечение в лагере, договориться вместе о единых и совместных действиях. Если наставники выбраны впервые, то их нужно ознакомить заранее с уставом. Перед богослужением дайте детям возможность отдохнуть, поспать, расспросите ребенка о чем и о ком он хотел бы помолиться. Иногда следует читать молитву раздельно, а ребенок повторял бы ее за вами. Если есть дети совсем неверующие и нежелающие верить, а просто пришли за компанию, то их следует удалить. Следите, чтобы дети стояли на молитве благоговейно под присмотром. Чаще обращайтесь к крестным страданиям Христа, разъясняя смысл прощения грехов. Здесь насилия не может быть. Нужно, чтобы ребенок сам осознал необходимость принятия Христа в свое сердце. Убедитесь, что ребенок понял, что ему нужно делать, когда он грешит. 1 Иоанна 1,9-2,1-2. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа Праведника. Он есть умилостивление за грехи наши и не только за наши, но и за грехи всего мира. Объясняйте детям постоянно, что основанием спасения является смерть Иисуса Христа за нас. Римлянам 5, 6, 10. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. 1 Петра 2 24 Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами вы его исцелились. Ребенок сам должен определить себя. 2 Коринфянам 1 24 Не потому, будто мы берем власть над верою вашей, ибо мы с поспешист твоем радости вашей, ибо верою вы тверды. Показывайте учащимся хорошие книги и давайте их. Вместе смотрите религиозные фильмы, не играйте на чувствах ребенка, рассказывая только трагические примеры. Старайтесь беседовать с детьми вашего пола. Особенно опасна девочка-подросток, учащаяся и молодой мужчина-учитель. Преподавая тему «Христос умирает на кресте», укажите, что не римские воины и не иудеи пригвоздили Иисуса Христа к Голговскому кресту, что они лишь исполнители, а виновники именно вы, только я лично. Рассказывая ребенку об Евангелии, разъясните ему следующие истины. Первое. Есть святой Бог, который любит нас. Исайя 6,3. И взывали они друг к другу и говорили «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». 1 Иоанна 3,8. 16,19. «Кто делает грех тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред Ним сердца наши». 2 «Все люди грешники». Римлянам 3,23. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». 3 «Наказание за грех смерть». Римлянам 6,23. «Грех разделяет нас с Богом и мы не можем сами себя спасти». Галатам 2,16. «Однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». 4. Бог Отец послал Сына Своего, чтобы Он претерпел наказание за наш грех, и чтобы через Христа мы могли прийти к Богу Отцу. Римлянам, 5 глава, 5-8 стихи. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 1 Тимофею, 2-5-6. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство. Римлянам, 10-9-10. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Задавайте детям вопросы, чтобы понять, правильно ли они усвоили истину. В работе с детьми используйте пособия и примеры из жизни. Поставьте задачу установить в душах детей авторитет Библии. Повторяйте, что Библия богодухновенная книга. Это единственная книга, автором которой является сам Бог. Библия это абсолютный авторитет. 1 Иоанна 1 глава с 1 по 3 стихи. о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Евангелие от Луки 1 1 3 Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мы не по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный Феофил. Деяние 1 1 3 Первую книгу написал я к тебе Феофил о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым пострадании Своем. Со многими верными доказательствами в продолжении сорока дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. 1 Коринфянам 15 6 8 Потом явился более нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Евангелие от Иоанна 20 глава 30 31 стихи Много сотворил Иисус предучениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. Конфуции, Будда, Магомед остались в своих могилах, а Христос воскрес. Евангелие от Иоанна 15 5 Я есть млаза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. 181 раз здесь сказано слово «ребенок» как главный герой труда. «ребенок» Продолжение следует...